Друзья, сейчас мы находимся на стенде Сергея Халецкого. Сергей, здравствуйте. Говорят, у вас в территории баре появились настойки, которые исчезают. Расскажите, в чем секрет? Да, такие фантомы. На самом деле, уже давно придумали эту тему, наверное, уже с конца лета. Мы прекрасно поняли, что мы скоро потеряем весь алкогольный наш базис, на чем и создан бар в территории. Это с большим выбором хорошего, качественного, премиального алкоголя. Ну и в связи с тем, что сейчас тренд, новые появляются настойки, рюмочные, какая в русскость уходит. Мы решили попробовать, я решил попробовать сделать настойки. Сначала на классических, бородинские, перцовые, хреновухие. Клюковки. А потом начал развиваться творчески, подошел гастрономично. Сейчас у меня где-то 32 настойки основные. И еженедельно появляется поводной настойки, которая потом и исчезает. Для чего я это придумал? Ну, во-первых, чтобы привлечь бар. Каждую среду можно попробовать эксклюзивную настойку. Возможно, она появится и в общем меню, но это не сейчас. Так что это эксклюзив, короткий, на один день. Приезжайте и пробуйте всегда. Да, мне очень интересно, на самом деле, я кулинар, я готовлю. И плюс у меня проект есть в винокурне. И я топлю за вкус, я топлю как раз за ароматику. И настойки это моя самая прямая направление. Да, давайте посмотрим, что у вас сегодня есть. Здесь у нас суданская роза. Это смесь розовых лепестков и каркаде. Суданская роза так называется, каркаде. Здесь у меня мама хуана. Это классическая доминиканская настойка. В основе ее 12 ботаникалов. И смесь из трех компонентов. Мед, сухое вино красное и доминиканский ром. Очень интересно. Здесь снегиревка, так ее назвал. По сути, перекликание ягодами рябины. Красная рябина, снегири. А вот здесь еще и черноплодка, изюм. Вот такой терпкий ягодный тон. Здесь по мотивам известного ликера Ксю-Ксю. Это клубничный ликер. Но я его сделал не ликерным, а настойкой. Из клубники тоже такая сладкая. Покрепче чуть-чуть, значит. Но покрепче. Да. Вкусно пьется и незаметно. Так как в сладости и в плотности крепость прячется. Такая коварная. Но девочки любят. Коварная, да, да, да. Это у меня новинка. Это последняя настойка, которую я сделал. И сегодня презентация это томьяновка. Томьяновка, все знают, это юго-восточное блюдо. В котором присутствует лимонграсс, специальный имбирь. Кафарский лайм. Чили, лайм. Да, это и другие различные компоненты. Кокосовое молоко я туда не плал. Правильно, правильно, Сергей. Вот здесь у меня овощная, реально овощная настойка. Подается она с сангритой. То есть, знаете, вот как есть текилу, запивают с сангритой. А я решил попробовать овощную с сангритой. Здесь ничего лишнего. Только одни овощи. Сельдерей, укроп, кинза, чеснок. Ну, то есть, прям самый добрый. Супер-супер. Дожная настойка. Вот. Здесь у нас плазма. Плазма это черно-смородиновый спотыкач. То есть, это настойка термически обработанная. То есть, более экстрактированная за счет подогрева. За счет подогрева, да-да-да. И здесь кладок это мятная настойка на базе различных трав, в том числе аниса, мяты и прочих зеленых. Сергей, как обычно, я подхожу на стенд и выбираю самый вкусный напиток на выбор руководителя стенда. Сергей, на ваш выбор угостите чем-нибудь вкусным. Я думаю, что варианты двух. Ну, давайте так. Сладкое и не сладкое. Как вам, наверное, решить? Я думаю, что не сладкое. Не сладкое. А тогда овощную сангритой. Спасибо. Это овощная и еще запивается она сангритой. То есть, ну, такой дуплет. О, это интересно. Дуплет. То есть, выпиваете и, соответственно, добавляете второй тон. На самом деле, вкус мягкий. И такое ощущение, что алкогольный является сангрита. Хотя не является она алкогольной. Кстати, был буквально недавно, пару недель назад на Лиге Мастеров. Там была настойка рыбацкая. Вот чем-то похоже очень. Такой вот рассол такой прям. Ну, там в основе чеснок. И он дает такую рассольную тему. Да, пробуем. Пробуйте. И следом за ней отправляете. Она мягкая достаточно. Да, все мягкое. Заходит во всем. А это уже такой уже томатный вариант. Томатный дежестив. Да. Пряный, острый. Ох! И он финализирует вкус. Сергей, оказывается, вы не только фестивали можете организовывать, но и вкусные напитки делать. Поздравляем вас с этим. Спасибо большое. Заходите почаще. Обязательно. Спасибо. Спиритория, а мы продолжаем. Друзья, а сейчас мы на стенде Перлов Дистери. Ваш личный гид в мире качественного домашнего алкоголя. Роман, здравствуйте. Это я. Здравствуйте. Приветствую вас на Спириторию Фестиваль. И я вас приветствую. На Спириторию Фестиваль. Да, да, да. Расскажите, с чем приехали. Что вкусного, что нового. Какой у вас модельный ряд сегодня? Итак, модельный ряд сегодня очень прост, но очень вкусный. Первонаперво это вся линейка Ратаху. Антон Павлович, это фаворит и медалист практически всех медалей. Это целая история. Александр Сергеевич, если это сладкая Ратаха, у нас это кислая Ратаха. Дальше. У нас здесь пьяная вишня, морозная клюха и мятная малина. Эти Ратахи уже на протяжении порядка 7 лет или даже больше. Перлов Дистери делает и всех радует. Переходим на эту сторону. Сегодня первая новинка это Мурчелло. Если, как говорится, хочешь, чтобы твоя девушка замурчала, welcome to Murchello. Неужели с кошачьим кормом? Ну, сейчас узнаем, почему Мурчелло. Дальше выдержанный джин. Это лавандовый выдержанный джин и пересный бочкой. Ром. Четырехлетний ром из бочки акации с вьетнамской миласой. И сегодняшний победитель в фестивале, второе место, серебро. Это ликер, клей Куйкин, это slow gin. И, естественно, вот эта моя гордость. Это виски смоки, торпяной, купавший из пяти спиртов, которому от трех лет. Что попробуем? Попробуем. Ну, конечно, победителя сегодняшнего конкурса среди джинных категории слой джин. Это серебро, это клей Куйкин. Хочу заметить, что конкурс проходил не среди домашних производителей алкоголя, а вообще и коммерческие были, и домашние. Так что вот... Это достаточно высокая оценка. Не просто достаточно, а это очень высокая оценка. Друзья, пробуем. Цвет фиолетовый. Это здесь подкрашен клей Ториатройчатой. Он стоит синий и добавлен лайм. Кислота получилась такой фиолетовый. Название клей Куйкин. Что значит? Это означает клей Ториатройчатая. Цвет маракуйя. Это вкус. И кининое дерево тоже вкус. То есть это лавандовый джин, настоянный на пюре маракуйи, соки лайма, цедры лайма и коры кининого дерева. А этикетку, как обычно, нейросель сгенерировал? Нет, это не нейросель сгенерировал. Нейросель сгенерировал вот эту этикетку мне. Это сделал мой дизайнер. Пробуем. И удивляемся, почему же не первое место. А первое место отделяло все лишь полбалла. Да ты что. И кислинка. Блин. Никогда не скажешь, что это джин. Это слой джина. Такая категория джинов. Что, чтобы было проще, это ликер на основе джина. Так, что еще? Очень-очень вкусно, очень вкусно. Я бы попробовал какую-нибудь ротапию, может быть. А может быть тогда мурчелло? А, кстати, мы так и не узнали, что там у нас. Мурчало или мурчелло. Мурчелло. Сейчас я помою быстро. Ну что там у нас мурчелло? Мурчелло мастрояни. Что расскажешь про этот ликерчик? Малина, ликер. А здесь написано. Малина, растойная на малиновом дистилляте. Малина на малиновом дистилляте. Хлеб хлебный? Типа да. Вот при изготовлении этой бутылки было потрачено 2 килограмма малины. Но ни одна малина не пострадала. Она вся ушла во вкус. А почему мурчало? А почему кот? Да, вот попробуйте, продегустируйте. Посмотрим, замурлыкаете. То есть, когда первый раз девушка попробовала, такая мур... Мурмял. Мурмял. Да, малина малиновая прям. Вы все просто... Нектар богов. Друзья, Перлов в дистилле. Ваш личный гид в мир качественного домашнего алкоголя. Подписывайтесь на социальные сети Романа. В ВКонтакте и в Телеграм. Welcome. В Спириторий Фест. А мы продолжаем. Наши старые добрые друзья Анна Рейн. С ее новинками. Анна, здравствуйте. Говорят, у вас новинки вкусные. Чем угостите? В этот раз у меня очень интересная алка-фаста. Алка-суфлека, какие-то, как вы ее называете. В чем суть? Перед чем ее приготовить, я взяла какао-масло и табачный вискарный лист, или как их называют, который табак, курица, сигарные листы. И настаивала три дня. Это масло питало в себе все ароматико. Потом это масло я использовала для приготовления ганаса и шоколада. Также вошел туда по сыру пармезанчиком. И получился очень-очень интересный такой букет. Сейчас пока у меня это представлено в виде косты, но позже я добьюсь определенной конференции и будет уже и в моих смартфонах. Это будет уже 13-й кост. Здесь мы с вами даже видим муляж, а вот мои вкуснейшие конфеты. Видите, какая красота. Да, класс, класс. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Попробуем еще другую косту. Я понимаю, что мы, наверное, никогда ее не пустим. Здесь вы сначала почувствуете салатку. Друзья, пробуем. Курица, это курица. Когда вся паста уйдет, на Ниобе, может быть, на Таник появится легкое такое, какое-то вот там жжение. Да, есть, есть, появилось, появилось. В этом и смысл. Шоколад ушел. Но если бы не сказали, что там лист табака, я бы его, может быть, не почувствовал. Согласен, я его буду дорабатывать. Хочу еще больше туда добавить этого масла, чтобы еще лучше ощущать ароматику. Класс, класс. Давайте попробуем с вами этот сладенький. Здесь изначально мавандовый джин. Смотрите, это тема такая. Мавандовый джин. Верно в 10-летр. Про него сейчас говорят. Клиттории и тройчатой. Далее, мой пармезан, шоколад. Он у меня представлен как баночка, как паста. Баночка с пастой, да. Алка-паста. И сверху листочек. Ломанда моя сама выносит. Класс. И вот здесь уже прямо больше почистуется джином. Джин чувствуется. Меньше шоколада чувствуется, да? Я вообще, честно говоря, шоколада не почувствовал. О, отлично. Что-то еще марципанит, мне кажется. Это вот так пармезан себя ведет. Да? С джином, когда соединяются. Кажется, как марципан, да? Есть такое? Да, хотя марципан сладкий, но тем не менее. Это ореха. Не, не, что-то такое, да. Похожее, похожее по вкусу. Друзья, это что-то с чем-то. Это просто феноменальные конфеты. Анна, желаю вам развития. Вашего направления. Очень интересно. Вместе с Романом, с его напитками. Успехов. Все. До свидания. Спасибо.